Информационные плакаты, таблички и урны для бюллетеней с российским триколором. Избирательный участок номер 622 в Назране развернули в 15-й школе. Здесь готовы принять около 2000 человек. 622-й избирательный участок соответствует всем определяемым требованиям, а именно наличие комнаты отдыха, комнаты матери-лебенка, медфункт. Также хочется отметить, что избирательный участок оснащен необходимым оборудованием, а именно видеонаблюдение ведется круглосуточно. Наличие урны, переносная урна. На участок уже поступили бюллетени. Безопасность на уйках обеспечат сотрудники полиции, а за ходом голосования будут следить наблюдатели от партий и общественники. Выделено отдельное место для голосования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Парминованы списки избирателей. В Назране в дни голосования о своей двери откроют 22 избирательных участка для более 50 тысяч человек, которые будут работать с 8 часов утра до 8 вечера. Члены участковой избирательной комиссии города Назране обошли порядка 18 тысяч домов по городу. Это практически все дома по городу обошли. Всем объяснили, какие выборы у нас будут проходить 15-17 марта, кого мы выбираем, как можно проголосовать, где можно проголосовать. То есть ознакомили избирателей полностью с выборным процессом. В этом году выборы президента страны впервые пройдут в 89 регионах страны. У избирателей будет ровно три дня, чтобы отдать свой голос. Президентские выборы в таком формате состоятся впервые. 142 участка в республике. Все они практически, вот сегодня можно сказать, что все готовы на 100%, чтобы принять избирателей и обеспечить голосование. Проблем на сегодняшний день у нас нет. И руководство республики обращало. Еще до начала этой кампании велась подготовка к предстоящим выборам. И были выделены соответствующие финансовые средства, чтобы мы могли приобрести и то оборудование для инвалидов, оборудование по охране правопорядка. Законность и прозрачность на выборах в приоритете. На участках предприняли необходимые меры для предотвращения всяческих нарушений и фальсификации. Здесь я еще дополнил бы тем, что кроме 22 участков, где стоят комплексы обработки избирательного бюллетения, у нас еще 79 участков оборудованы системами видеонаблюдения, с трансляцией на центры общественного наблюдения. То есть 79 участков круглосуточно будут находиться под камерой. Чтобы принять участие в голосовании, при себе нужно иметь только паспорт. Выразить свою политическую позицию. Около 250 тысяч избирателей Ингушетии, как и по всей стране, смогут с 15 по 17 марта. Тамара Хашагульгова, Султан Могушков, Магаз 24.